здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас 23 марта суббота сегодня естественно мы поговорим о теракте в москве крокусити вчера я не хотел об этом говорить потому что ну нужно брать какой-то хотя бы минимальный набор фактов знать о хотя бы базовых событиях чтобы действительно можно было профессионально говорить на эту тему а иначе все превращается в гадание на кофейной гуще а вот сегодня уже есть к сегодняшнему дню к этому моменту есть достаточно много важной информации которая ну по крайней мере позволит определить дальнейшие пути размышлений по поводу того что случилось и самое главное что может произойти после этого потому что что-то должно произойти такие вещи бесследно особенно если не случается в мордоре не происходит но прежде чем я приступлю к этому наверное последний день сегодня вот я призову еще раз своих зрителей подписать петицию еще раз я разместил здесь уже видео как нужно делать что не нужно делать видим опять не все понятно мне по прежнему пишут повторяю очень просто нажимаете на ссылку выходите на первую страницу где подписан на пике где подписывается петиция вводите имя фамилия электронную почту и нажимаете на красную кнопку подписать петицию дальше вас перебрасывают на вторую страницу но там вы ничего не делаете все ваша миссия закончена вот вы нажали подписать петицию все следующая страница открывается вы просто ее закрывайте браусер и все проще простого а через некоторое время заходите в свою электронную почту проверяете и там подтверждаете что вы подписали петицию все тем более то что я вам расскажу актуальность нашей петиции она 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 высока потому что как раз вот мы находимся на пороге важных событий в этой области которых касается петиции ну а теперь переходим что стало известно по поводу этого по поводу этого таракта ну буквально я вот только закончил записывать вчерашнее видео накануне буквально совершился этот таракт закончил записывать видео и тут же мне приходит сообщение от одного из зрителей я знаю его он профессионал в области аналитики он профессиональный аналитик аналитика это это ремесло которому обучают если это серьезная аналитика ему обучает причем достаточно долгое время уже после того как человек закончил высшее учебное заведение желательно по профилю которым он будет заниматься аналитикой после этого обучает еще ну так года два иногда три и не всем удается вот в результате всего этого действительно стать серьезными аналитиками тем не менее так вот он один из тех который был которые были этому обучены вот что мне написал после сегодняшнего крокус сити применение ядерного оружия по киеву вопрос решенный а там и китай нападет на тайвань думаю такой план и ответки со стороны сша нато не будет . вот там пожалуйста три даже два предложения и бездна мысли ну я понимаю ход мысли и размышлений этого аналитика этого зрителя потому что как я вам рассказывал неоднократно когда речь заходит о таких вещах как война не говоря уже ядерная война разведоперации так далее нужно прежде всего начинать планировать и или так размышлять по худшему варианту а худший вариант это да это возможность применения ядерного оружия потому что мы знаем что теракты особенно в мордоре с учетом специфика специфики этого образования они очень часто про его и проводятся государством в интересах некоторых высших лиц этого государства и примером конечно является серия терактов 1999 года взрывы домов целая серия под райова под руинами которого погибли десятки если не сотни российских граждан это серия бы еще и продолжалась если бы не случился рязанский сахар когда сотрудников фсб фактически за за руку поймали когда они закладывали гексоген в один в подвал одного из многоквартирных домов в рязани потом боли пили полиция и даже местные фсб сразу усекли что это гексоген отрапортовали ждали руководство местное орденов медалей но потом это это расследование против фсб передали под контроль патрушева который тогда был председателем фсб и как это случилось тут же оказалось что это не гексоген а сахар хотя уже проколы были хотя уже были проколы уже трудно было заменить одно вещество другим столько свидетелей было но под чутким руководством патрушева это получилось и поэтому вот вся эта операция получила название рязанский сахар а предпринято нам было как вы помните для того чтобы никому неизвестного серого мышонка бледную моль или окурка сделать президентом российской федерации что и увенчалось успехом поэтому понятно какой самый острый вопрос сейчас для кремля это украина что-то надо делать несмотря на то что у украины не хватает не хватает снарядов мы знаем по каким причинам поговорим дальше никаких успехов реальных россии не намечается у нее тоже ухудшается обстановка и поэтому куда-то надо двигаться и в этих условиях один из вариантов применение ядерного оружия чтобы не мытьем так катание заставить запад заставить украину подписать соглашение которое зафиксирует статус-кво то есть вот те территории которые кто сейчас контролирует там они останутся это вопрос очень актуальный я скептически отношусь к сразу скажу сразу с этим ядерным страшилкам я вам рассказывал о них уже неоднократно объяснял почему но тем не менее тем не менее я считаю что в данном случае нужно начинать плясать от худшего варианта был ли это иметь имеется ли основание считать что этот тракт был организован и проведен фсб или другой структуры но скорее всего если бы был то фсб с целью и так далее с какой целью начну с главного вскоре буквально немедленно после того как совершился этот теракт стало известно что разведка соединенных штатов знала подготовки этой операции в принципе с ноября прошлого года и информировала российские спецслужбы почему информировала потому что между спецслужбами всех стран мира ну прежде всего западных и отчасти российской федерации независимости от того независимо от того друзья или недруги если вопрос касается терроризма то это общая опасность и поэтому спецслужбы даже недруга в двух стран недругов обменивается информацией по поводу туризма если она конкретно или если она достаточно детализирована то есть не просто так против вас готовится акция бум когда где кто ну не знаю готовится акция вот и все такое не проходит так вот значит с ноября месяца и американцы по крайней мере до марта месяца по крайней мере по крайней мере один раз предупреждали российские спецслужбы по этому поводу а 7 марта за подписью представителей руководителей посольств шести стран москве западных стран но это на на были все страны нато но подписались под одним письмом где было изложено конкретное важная информация по поводу подготовки теракта в москве если вы помните буквально за пять дней до этого 2 марта американское посольство а вслед за этим британское посольство москве на своих страницах интернет страницах на английском только в английском варианте опубликовали сообщение для своих граждан о том что сидите дома никуда никуда не выходите в общественных места в общественные места и конкретно было указано концерты избегайте публичных материал мероприятий включая концерты это было подчеркнуто через некоторые значит а в лучшем случае рекомендовали реки на реки на реки на рекомендовали эти два посольства с согражданам покидайте россию а вот 7 марта детальная информация письме подписанным посольствами шести стран запада в москве эта информация еще дополнительная более расширенная была передана говорят спецслужбам россии но если говорить конкретно я думаю что это было фсб потому что именно она эта служба контактирует с западными разведслужбами хочу подчеркнуть американцы говорят эта информация в письме было actionable это такой термин есть в американских спецслужбах то есть она была настолько детализирована что получатель этой информации имел возможность возьму ему указались на факты ему дали наводку взявшись за которое он мог бы это дело раскрутить и остановить то есть action то есть предпринять конкретные действия на основании этой информации чтобы не допустить то о чем там написано ну и оказывается то есть я не могу себе представить что эта информация не дошла до патрушева то есть до бортникова она точно дошла бортников опытнейший бюрократ не мог не доложить патрушев патрушев но тут я не знаю если он не должна об этом путину его наверное должны были уже заковать в кандалы и он где-нибудь там во глубине сибирских руд должен был бы находиться но я думаю что патрушев тоже будучи опытнейшим чиновником доложил пу и через некоторое время пу отреагировал actionable да предпринял акцию действия в ответ на эту информацию он публично заявил что это провокация имеющая целью дестабилизировать обстановку в россии не больше не меньше и вот это характеризует вам от меня иногда спрашивают почему там путина называли в комитете госбезопасности коллеги бледной молю или окурком вот вам пример это была роковая ошибка которая стоила уже более сотни людей жизни сколько там последний раз я смотрел где-то 140 человек было погибших по огромное количество раненых и все это вот этот чел то есть он сделал то что примерно два года назад сделал зеленский когда его полгода предупреждали американские спецслужбы том что грядет агрессия на он возмущенно говорил что там типа перестаньте у нас есть свои спецслужбы которые знают лучше чем вы и не мешайте нам развивать свою экономику в элаке будильниство вы у нас забираете кредиторов и инвесторов в результате вот этих вот этих решений зеленского мы в украине имеем то что имеем а в россии то что произошло вот в крокус сити то есть это провал спецслужб российской федерации которые после того как американцы им сообщили о том что готовится путин естественно сказала у вас что-нибудь есть а ничего не было оказывается подтвердить нечего на значит пугает значит значит блеф значит дезинформация то есть это провал хваленых российских спецслужб причем не первый два года назад когда на основании их информации путин двинул войска в украину это был предыдущий крупнейший провал теперь второй крупнейший провал да и тут понятно почему он не убирает бортникова и патрушева потому что но нескольких мы же вас мы же вас предупреждали то есть он 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 понимает что он идиотом выглядит в их глазах они сейчас старательно делают вид что они этого не понимают вот американцы считали что именно этим вызвана задержка что путин так долго не подавал признаки жизни после только произошел этот тракт там песков отдувался еще кто-то там говорил а некоторые наговорили страшные вещи а чем он даже скажу но путин молчал пока он не выступил со своей речью но нужно сказать что российские спецслужбы не стали спасать морду лица путина пас пока он молчал и соображал что делать что говорить фсб признала публично о том что запад американцы давали упредительную информацию что предупреждали а потом значит опубликовали фотографии людей которые подозреваются в этом деле а потом пока оказывается тут же информация о том что они задержаны ну вот на этом можно было то есть для меня это серьезная была информация чтобы прийти к предварительному выводу о том что это этот теракт не делал рук фсб потому что если бы это делал фсб то этих людей долго бы искали не сразу опубликовали фотографии и никого из них бы в живых не задержали бы и тем более не дали бы им возможность говорить на камеру давать первые свежие показатели а потом все это размещать в телеграммах то есть таким образом фсб и патрушев как урактор всех спецслужб фактически так послали месседж начальнику путину ну и козел вы владимир владимирович мы вас предупреждали вся информация была это ваша теперь проблема вот поэтому американцы считают этим вызвано было смущение путина который объясняет его затянувшиеся молчания по поводу случившегося но пока он молчал наиболее активные идиоты из окружения желая проявить себя свою бдительность предоставку продемонстрировать начали делать резкие заявления но один из них был известный нам всем ядерный карлик медведев который начал там намекать на украину а самым таким коротким и весомым заявлением отличился некий виктор бондарев это зам председателя комитета по обороне и безопасность по безопасности и обороне значит он сказал этот теракт и диверсия со стороны украины террористам не прощения их надо устранять на месте ну а потом выступил путин и надо сказать что вообще он так сделал выступление которое принципе там такие формулировки которые потом то есть на им до сих пор надо время чтобы определиться что делать и формулировки были такие что впоследствии его речь можно развернуть и туда и сюда то есть там всем сестрам по сергам было роздано он очень тонко высказался по поводу окна в украину окно в которая имелась у тех кто совершал этот тракт и они туда двигались якобы их обеспечили машинами какие машины обеспечили у них у всех были русские паспорта они проживали во всяком случае часть из них в москве что им стоило купить машину и взять ее в аренду и так далее для этого не надо целая террористическая организация тем более как оказывается у них не так много этих машин было они до этой машины из москвы ехали задержали их брянской области всего в 16 километрах в 16 километрах от москвы то есть они и уехать то собственно не успели какая же подготовка там заранее тракта затем но тем не менее значит окно в европу в москву то его простите в украину 1 раз у них имелось 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 окно в украину значит это все организовано значит люди в украине организовали это окно а кто мог организовать это естественно украинские спецслужбы то есть он закинул так в эту сторону крючок но не шибко не шибко я сказал я бы сказал можно было бы вот буш младший будучи президентом когда 9-11 случился он буквально сразу обрушился на бен ладина предложениями говорил здесь и изъяснялся которые не оставляли никакого сомнения здесь так вот все все витей вата дальше он назвал то что произошло кровавым и варварским терактом против мирных жителей женщин и детей правильно все правильно то есть терроризм он не терпит он не терпит снисходительности это преступление такого глобального масштаба которое может совершаться и в самой мерзкой стране и в самой благополучной стране и не зря вот спецслужбы даже противобойствующих государств если речь заходит о информации про теракты они оповещают друг друга но когда мы говорим о как сказал путин кровавых и варварских актах то надо как-то так вот подвести дело под общий знаменатель потому что ну что такое теракт теракт это акция как правило насильственного характера имеющая целью внушить страх и ужас широких словах в слоях населения кстати эта формулировка я вам рассказывал в предыдущем комментируя так сказать основополагающую статью которая сейчас судя по всему лежит в основе внешней политики кремля в отношении запада и там я вам подчеркивал есть такая фраза надо вернуть страх и для этого надо пугать запад иначе иначе мы проигрываем вот террор это и есть нагнетание страха акции с целью нагнетания страха а до этого этого писал другой идеолог кремля то есть уже в идеологических вот этих постулатов кремля задействовать заложено что акции которые по сути дела являются террористическими которые цель которых вызвать страх и ужас на западе является основным инструментом кремля вот с этой точки зрения можно говорить что на это в интересах страх и ужас это в интересах спецслужб российской федерации только все зависит от того куда это повернуть ну если вот исходить из этого то да крокусите это был теракт кровавый подлежащий осуждению всеобщему но то что делает мордор под руководством путина с февраля собственно говоря с 14 года а с февраля 22 года особенно это ежедневный не просто теракт это серия непрекращающаяся серия террористических актов поэтому вот вы выразил это все страдальческим выражением лица путин как-то там я не увидел грозного блеска и решимости трясти теперь после вот всего случившегося ядерными боеголовками это главное вот если мы говорим о худшем варианте планирование по худшему варианту это было бы самым плохим делом поэтому вот дальнейший даже даже будь по речь путина было ни о чем фактически видимо не сидят и судорожные думают куда это разворачивать дальше я думаю вот с учетом того что предупредили причем не только американцы если вы только американцы потом можно было говорить что-то отрицать этого не было мы не видели это письмо но 6 стран вот для этого американцы организовали 6 стран подписалась под этой информации которые передали в фсб теперь говорить о том что это сделала украина для россии будет ну просто просто невозможно то есть надо прикинуться тогда полными дегенератами я не я не думаю что путин с патрушевым и сотоварищи на это пойдут тем более вот но задержали некоторых из них уже живые показания на видео сняты в телеграм-каналах один из организаторов вернее человек который представляется к таковым а это все фильтруется сейчас симонян не просто так там размещают это все сверху утверждают так вот что рассказывают что он прибыл из турции у 7 марта вот как раз это американское письмо было направлено в фсб вот этот чел приехал из турции в россии в москву рассказывает что с ним связался помощник какого-то местного проповедника исламистов надо полагать и сказал что вам надо будет совершить теракт за что ты получишь пол миллиона рублей не долларов а рублей вот с этим они приехали то есть опять таки там никакой украина не пахнет а все идет все сводится к тому о чем предупреждали американцы и о чем знали в москве по крайней мере с марта 7 марта этого года американцы в частности предупреждали что это дело разрабатывает игил причем назвали конкретную группировку игил кей то есть они называются айсис кей тире кей к это коросан это вот такая типа историческая провинция которая никогда не существовала но которая вот видимо у них там где-то в в истории или в их мифах что ли исторических существует и которая включает себя часть южной азии афганистан частично пакистан вот эта территория из государств бывшего советского союза туда входит таджикистан и по моему южная часть узбекистана по моему но вот это я не не ручай за это она попала так серьезно в поле зрения американцев накануне вывода войск из афганистана и она была одна из тех группировок как против которых работали вот в афганистане американцы в частности цру но видимо там и были заложены соответствующие агентурные возможности кровавая группировка безбашенная склонная кровавым казалось бы бесцельным совершенно но наводящие страх на уж и ужас это террористическим актом и все это собственно говоря и и и подтверждилось в результате тех акций которые прошли то есть я предполагаю что вот сейчас сидят в кремле и думают идут бесконечное совещание потому что я не вижу на экранах телевизоров основных пропагандистов представители помета и так далее не слышно их выступления и по радио я специально с утра прослушивал основные официозы московские там нету соловьёва совершенно исчез симонян руководит вот фильтрации видимо той информации которая спускается в телеграм-каналы и все идет совещание сейчас на самом верху где отрабатывается сейчас планируется что же нам делать вот и заходя из того что они уже признали и то что проявилось на самом деле то есть я вам скажу так по большому счету это фсб сейчас помогло раскрыть вот эту информацию о том что там из турции люди приезжали не о том что проповедники ими руководили ясно что исламисты о том что все имели российские паспорта это произошло только благодаря или не благодаря в результате действий сознательных фсб но и главным главным придурком во всем этом если хотите главным виноватом есть вот этот окурок и бледная моль и сегодня я на каналах радиоканалах российского офис официоза я услышал следующее вот они сегодня целый час разбирали что есть вот друзья этот эракт выявил друзей россии и скажем так ну не совсем друзей так мягко сказали как судили какой критерий вот если слезное соболезнование было это значит нормальные люди а если просто соболезнование но без слез и без соплей это ненормально то есть мы страдаем наше горе они хотят чтобы весь мир оплакивал это весь мир может оплакивать оплакивать же этих 140 погибших и там около 200 ранних но страну которая является коллективным террористом и давать ей соболезнования это разные вещи соболезнования можно семьям близким погибших раненых но причем здесь кремль который является коллективным террористом это это другой вопрос вот и в результате вот этого всего нытья поскакивали такие интересные тезисы что а вы вот помните после 11 сентября когда в америке совершен был теракт все страны мира практически бросились выражать свое соболезнование предлагать свою помощь а путин кстати был первым кто позвонил и предложил помощь но она была холодно отвергнута тогда буша младшим ну вот интересно то есть все бы бросились типа и и и мы бы хотели чтобы сейчас бросились не просто нам сочувствовать а еще где-то помощь предложить и так далее а другой говорит ну ладно бог с ним там не надо нас любить не надо там и помощь нам оказывать хотя бы спецслужбы вошли в хороший тесный контакт то есть давайте хотя бы со стороны спецслужб начнем а там процесс нормализации попрет то есть вот пока я вот просматриваю если куда-то и можно это повернуть то типа протянутая рука ребята у нас горе у нас такое случилось это эти твари будут теперь кремлевские и и лубянские они будут спекулировать на своем провале и на том горе которое произошло в москве в крокус сити из-за их идиотского провала и они будут говорить вот у нас такое горе но мы хорошие видите мы тоже страдаем не только от наших рук но и мы страдам и поэтому давайте найдем тут взаимопонимание вот такая идиотская мысль пока проходит но повторяю не с того что сказал путин и как это все было сформулировано сформулировано можно это все развернуть повернуть как угодно вот вышибут из а там люди которые но если вы слышали которые показали часть допросов которых первичных допросов там люди которые русского языка это не понимают из танджикистана одному же ухо отрезали для пущей убедительности вот поэтому из них можно выбить они дрожат трясутся из них можно выбить все любое показание о том что лично зеленский в этом окне ждал их с чемоданом банкнот все что угодно но присутствие то есть шесть американского шесть иностранных западных посольств передавшие информацию они свидетели провала российских спецслужб и они не должны дать мордору его руководителям раскрутить это дело по самому худшему варианту то есть представить его как повод для не то что нанести применение ядерного оружия на территории украины но и вообще для какой-то ну безбашенной эскалации я думаю что этого не должно быть хотя 5 повторяю этот идиот он опять загнал себя он всех загоняет все глубже и глубже он теперь и среди них придурок понимаете поэтому но это да это с другой стороны подрывает его позиции не дает ему отдали самостоятельно принять самое безумное решение но несмотря на то что все они конечно не подарки но коллективный разум даже среди идиотов он не позволяет одному из них совершенно слетевшему с катушек принять самое идиотское решение кстати выразили выразили и представитель нато соболезнования от евросоюза советов от евросоюза и по моему и боррель и урсула фон дер ляя но все выразили ну потому что да так 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 и надо но теперь теперь надо как-то так чтобы на деле на деле не просто выражали сочувствие украине в тех терактах которая свершается мордором на ее территории ежедневно вот надо как-то так чтобы здесь прошли серьезные сдвиги а здесь увы но сейчас я перейду к тому что происходит в этой области в соединенных штатах америки значит вчера поздно ночью наконец-то был принят 2 была принята вторая часть государственного бюджета до текущий финансовый год который должно было который должен был быть утвержден еще в сентябре прошлого года и и на этот раз его утвердили только благодаря демократам потому что за него за него проголосовало больше демократов чем республиканцев у которых большинство палате представителей ну и вот уставшие от этого безделья маговцы это партия путина палате представителей которые до этого 10 дней где-то были в отгуле в отпуске отдыхали и вот они приняли хотя практически вся мага голосовала против этого законопроекта им нужно было продолжение хаоса а государство без бюджета это почти хаос они голосовали практически все против этого бюджета но так получилось помимо их воли и спикер распускает их в очередной отпуск на две недели перед этим появляется информация что спикер я вам говорил предыдущем видео о том что за закрытыми дверями на совещании с фракцией республиканцев это было на прошлой неделе он сообщил что он намерил поставить на голосование вопрос о помощи украине якобы там шла речь о сенатском варианте теперь он уже сообщает многим представителям и республиканской и демократической партии в том числе председателю комитета по иностранным делам майку макфолу о том что да вот мы возвращаемся и я тут же ставлю на голосование этот вопрос а что он ставит на голосование то есть он не говорит что он будет ставить тот законопроект который уже принят сенате там начинается опять начинает опять мутить в воду что там разрабатывает вот это же самое майк макол другой законопроект который по моему помощи будет включена опять опять будет эта граница включена будет включен вопрос о использовании денег которые заморожены сейчас так называемые репо о чем мы написали петицию возможно туда же будет включен но его пока нет и там можно заложить такую мину в одном положении что теперь демократы не согласятся но есть надежда я вот следую тому что говорит маколон там здравомыслящий все-таки человек и он не не это дебилоид в трампист он рейганист он считает что есть хороший вариант даже одно из изданий аксис по моему написал что это прорыв прорыв то что джонсон сказал железно до этого он все знаете как так пасы пальцами воздух в воздухе делал а теперь он говорит о том что я ставлю на голосование но это может если действительно это произойдет может свидетельствовать о том что он решил соскочить с трамповского крючка потому что вот как только он заявил о том что он готов поставить тут же вторая доверенная особо трампа в палате представителя которого тоже рассказывал это самая безбашенная мэджори тейлор грин здешняя американская дуся агрегат только пронюхал об этом она сказала что она то есть она не то что сказала сначала сказала потом она подала петицию о снятии джонсона с его должности спикера опять эпопея но она не активирована она подана но сказала грин если через две недели возвращаемся он ставит вопрос на голосование я тут же ее активирую и мы его снимаем с должности по этому поводу демократы сказали джонсону кстати вот в том что был принят вот этот второе была принята вторая часть бюджета на текущий финансовый год вчера в этом проявилась последнее время редко наблюдаю наблюдаемое сотрудничество обеих партий и демократы сказали раньше не как-то так доносили просто витиевать эту информацию сейчас напрямую сказали джонсону что если против тебя эти твои дружки трамписты подадут петицию о смещении мы выступим против то есть мы тебя мы тебя спасем а спасали они его уже вот первый первую половину приняли в этом самом сенате потом в палату представителя этого бюджета короче говоря последние две недели он вылазит только за счет того что демократы участвуют в голосовании за то что он подают ну вот такая ситуация значит то есть если он соглашается поставить вопрос на голосование значит он бросает вопрос вызов этой тэрлор грин а тэрлор грин это это сторожевой пес трампа в палате представителей он даже ходили слухи что рассматривает ее на кандидата вице-президента когда значит он уже должен будет назвать кто кто кем будет это лицо короче говоря это вот глаза и уши малюта скуратов трампа в палате представители и если теперь раскол дошел до джонсон между джонсоном и тэрлор грин свидетельство о том что джонсон видимо решился скачать с крючка трамповского потому что у того дела идут плохо ему до конца следующей недели нужно будет выплатить вернее внести залог примерно в полмиллиарда долларов зато для того чтобы подать апелляцию на решение нью-йоркского суда города которым которым он оштрафовал трампа на полмиллиарда долларов кстати трамп очередной раз тут соврал потому что с его подачи его адвокат написал судьбу суду когда написал какое состояние есть у трампа надо было там на каком этапе он написал 14 миллиардов долларов капитализация trump organization а потом когда его приговорили сначала к 100 миллионам по другому делу а потом полмиллиарда оказалось что у него даже 100 миллионов нет и взять пока не откуда есть там такая темная операция согласно которому он хочет айпио сделать свою компанию тот когда вы выгнали из твиттера он организовал свою отдельную социальную сеть под названием право социальная правда и значит сделать айпио и собрать таким образом чуть ли не три миллиарда долларов но получается что в прошлом году эта компания собрала через рекламу всего 3 3 миллиона то есть ну какие три миллиарда это только благодаря тому что там был трамп среди идиотов и же трампистов но их они люди не особо богатые поэтому вот то есть трудно у него с деньгами значит дальше он собирался сделать сальто мартале перевести свою штаб-квартиру компании из штата нью-йорк в палмбич флорида а штаб-квартира там значит все у него там он уже не подчиняется властям штатов нью-йорк значит штат нью-йорк не может не может захватить его собственность а штат нью-йорк уже предпринял действия в суде на того чтобы взять под залог или как наложить типа арест на все имущество трамп-организации в нью-йорке включая вот этот знаменитый отель трамп-отель то есть не получится у него перевести это все и вот он мечется как бежит как белка в колесе и и и дела как-то так у него все мрачнее и мрачнее тут вообще анекдотический случай произошел приходит мне сообщение на телефон открываю всем сторонникам трампа просьба нажать на следующую ссылку но нажал я на эту ссылку вих выхожу мага и там подписанная вернее от имени трампа обращение моим друзьям то есть страшные силы кровавый джо байден стоящие за ним ужасные демократы хотят обобрать меня до нитки но на самом деле они хотят уничтожить вас но я не позволю это сделать и вы не будете уничтожены потому что у вас есть я я америка со мной я спасу америку ну и дальше там просьба сделать взнос и взносы там целая это сама перечень начинают они с 20 долларов и 24 центов и дальше там 30 50 100 и последний самый большой 3300 который можно сделать то есть он пошел по рукам как киса воробьянирова мадам месье жены манж посижу подайте бывшему предваритель местного дворянства кошмар какой-то поэтому представить что джонсон решил но им то не ему же не хочется быть полной марионеткой чтобы не помогали ему хочется остаться на посту как можно дольше спикера третьего человека вот а его загнали такой такой тупой угол мрачный с которого если он не порвет с ними ну никуда просто не денешься поэтому поэтому ждем теперь возвращение этих трампистов бездельников сеятелей хаоса в соединенные штаты в америке причем вот нбс когда она сообщает о том что эти бездельники уходят в отпуск двухнедельный очередной после того как не они а благодаря демократам было принято вторая часть бюджета а главную роль в этом должны были играть именно они потому что она партия большинства нбс подчеркивает что они ушли в отпуск после того как из киева послышалось но отчаянное отчаянный призыв зеленского дайте нам оружие мы без оружия мы тут погибаем и после этого они разворачиваются и нафиг и уходят твари вот какой сейчас обстановке мы здесь живем спада в вашингтоне но думаю что враг враг не пройдет и победа будет за нами поэтому дорогие друзья несмотря на все эти заморочки трампа путинские как всегда я по-прежнему из-за этого чувства осторожного оптимизма одно из изданий серьезных американцев аксиос анализируя вот то что произошло последнее время вокруг помощи украине и вот эти заявления джонсона она считает что это прорыв потому что раньше я повторяю он мычал или там пасы делал пальцами в воздухе а сейчас он сказал конкретно то есть отступать ему уже некуда и занимается разработкой этого компромиссного законопроекта друг украины председатель влиятельнейших комитета по иностранным делам майк маккол поэтому будем надеяться но две недели эти вот как говорится нам быть день ночь простоять и день продержаться да тут получается еще две недели тем не менее господа враг будет разбит победа будет за нами вам дорогие друзья желаю как обычно выдержки мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу до новых скорых встреч